25 января 2005 года вышел указ президента Российской Федерации о Дне Российского Студенчества, который официально утверждал этот день как профессиональный праздник российских студентов. Мы с Днём студента поздравляем всех, кто грызёт гранит науки. Упорства вам, усердия желаем и никогда не опускайте руки. Желаем веселья и доброго смеха, здоровья и бодрости, счастья сполна и творческих взлётов, и личных успехов, и юного сердца на все времена. Добрый день. Понимаю, тут лучшая часть студенческого коллектива КИУД здесь собрана, поскольку у нас сейчас есть определённые ограничения. Что есть, то есть. Хорошо, что мы в таком формате хотя бы можем себе позволить собраться. Кстати, отмечу, что у вас, как докладывает ваш руководитель, хорошая эпидемическая ситуация, очень мало заболевших. Вы всё правильно понимаете с точки зрения соблюдения требований и ограничений, как это их должны делать умные, продвинутые люди. Поэтому за хорошую эпидемическую обстановку вам отдельное спасибо. Что касается праздника. Ну, девчата вот рассказали предысторию праздника. Действительно, это день основания Московского государственного университета, главного вуза страны. Но страна у нас большая, огромная даже, так скажем. И вот сегодня всё студенчество на необъятных просторах России, от Камчатки и до Калининграда отмечает свой, скажем так, профессиональный праздник. Он такой, с элементом, наверное, какой-то вот юношеского задора, скажем так, бесшабашности. Но что есть, то есть. Есть традиции, как это праздновать. Но, с другой стороны, как бы, сами разберётесь со своими там молодёжными делами. А что касается того, что я вот хотел бы вам сказать, как глава администрации, я, конечно, завидую нынешним школьникам, нынешним студентам. И не в силу того, что вы серьёзно моложе меня, и у вас есть ещё впереди много-много времени, у вас, самое главное, достаточно много возможностей. Другое дело, как ими распорядиться, эти возможности. Потому что страна наша активно развивается, в экономическом плане активно развивается. За последние годы Россия постановила целый ряд таких серьёзных промышленных компетенций, как судостроение. Сейчас Россия вернула себе позиции в первой там тройке ведущих судостроительных держав мира. Причём не только речь о военных кораблях, но и грабловецкий флот, и торговый, и танкерный флот, и атомный флот для северного морского пути строится. Это строится у нас в стране. Это огромный кластер такой, да, не только собственно судостроительных производств, но и много-много других вещей. В этом году, например, Россия, Российская объединённая авиастроительная корпорация становится, выходит на четвёртое место в мире в производстве гражданских самолётов. Тоже такая серьёзная компетенция, да, значит, и просто так собрать лайнер. Но мы их, опять-таки, будем строить много и на перспективу. И много других вещей. Или взять, допустим, сферу энергетики. Вот видите, там, на Западе всё ищут какие-то обходные пути, какие-то зелёные повестки, сами себя запутали, значит, у них там зелени не получается, газа не хватает. А у нас между тем, значит, активно развивается атомная энергетика. Мы ведущая страна мира в области атомной энергетики, причём на современной технологической базе. Вот. И, например, взять, например, сейчас, вот вы знаете, по повреждению президента реализуется программа газификации. То есть практически, ну, ставится задача, ну, скажем так, сплошной газификации нашей страны, чтобы все домовладения, все жители имели возможность пользоваться вот такими благами. То есть много чего хорошего происходит, и ваша, ну, наверное, задача, цель, учась сейчас всё равно как-то видеть себя в будущем где-то встроенным вот в эту систему развития страны кем-то, да? Кто-то видит себя бизнесменом, кто-то, значит, юристом, кто-то, значит, используя свой, допустим, там, профессиональный навык в области программирования. Но, в общем-то, надо как-то смотреть, чтобы, с одной стороны, жизнь была интересная, насыщенная, да, и возможности для этого есть. А с другой стороны, ну, не потеряться в этой жизни. Сейчас важно как-то локтями-то работать и как-то место под солнцем для себя столбить, потому что, ну, ничего такого вот, раз не всегда данного нету, надо обязательно вот как-то подумать о своём будущем. Тем более сегодня вы в основном, ребята, свободные девчата, да, завтра у вас появятся семьи, появятся обязанности, заботы. Их надо как-то будет всё это дело обеспечивать, в том числе и материально. Ну, для этого надо вот себя уверенно в этой жизни видеть. Возможности, ещё раз скажу, для этого есть. Страна большая, и важно вот как-то тут пока молодость туда-сюда, свои молодёжные, так сказать, заботы и дела всё равно потихоньку затачивать, заруливать на что-то серьёзное взрослое. Поэтому желаю вам, конечно, хорошего праздника сегодня, желаю вам хорошего настроения, хороших оценок, да, там, сдачи экзаменов, выйти там своё время на дипломы получить. Но это всё средство для того, чтобы реализовать те таланты, те способности, какие у вас есть, и найти своё место в этой жизни, которое будет и вашим соответствует способностям, этим талантам, и, с другой стороны, будет идти на пользу обществу и стране. Это тоже очень важно, чтобы ваш труд, ваши таланты, они были востребованы обществом. Вот об этом задумайтесь, в этом направлении работайте, и желаю вам, вашему педагогическому коллективу успехов на этом таком интересном, непростом пути. Время, знаете, последнее, что хочу сказать, время — это самое главное капитал, оно очень быстро идёт. И вы не заметите, как пройдут ваши студенческие годы, и когда надо будет уже принимать решения о своём, как бы, жизненном пути, поэтому, ну, надо не терять это время. Этот капитал надо беречь и расходовать очень и очень рационально. Задумайтесь об этом. С праздником, успехов, здоровья и хороших оценок. Аидова Альбина Радиков. Буянов Максим Андреевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, и Мусманова Алсуна Ильевна. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, пойдём сюда. Спасибо. Столько долгих дней этот мир Был холодным и был чужим С мужем только лишь ты и я Что-то изменить навсегда Новый день, новый час Он не знался сейчас Когда свет нам приходит после ночи Новый день, новый час Это музыка для нас И спасать, если ты захочешь Ну чуть-чуть пройдет времени, вы поймете Смысл слов бывших студентов не бывает Все равно все, кто прошел через вот эту студенческую жизнь Через это вот горение, бурление Которое в столь молодом, юном даже, можно сказать, возрасте Присуще вам сейчас Это никогда не забывается Это никогда до конца не уходит из нашей жизни Поэтому я считаю, что сегодня праздник наш общий И в этот день хотелось бы пожелать вам Конечно же, успехов в учебе Конечно же, чтобы все ваши задумки и начинания сбывались Чтобы вы никогда не разочаровались в выбранной вами профессии Чтобы вы никогда не разочаровались в том, что связали в свою жизнь С Пенинским государственным университетом С Кузнецким филиалом Пенинского государственного университета И хотелось бы вам, конечно же, пожелать Чтобы вот та дружба, которая зародилась здесь у вас В стенах института, чтобы вы пронесли ее через всю свою жизнь Чтобы этих друзей сохранили Поверьте мне, как человек, который, ну, половину, по крайней мере, вас старше В вашем возрасте завести друзей еще легко Но чем вы становитесь старше, тем труднее заводить новых друзей Поэтому сохраняйте эту дружбу Хотелось бы пожелать вам еще раз успехов в учебе Успехов вообще в жизни Для того, чтобы ваш жизненный путь был По возможности прямым Без каких-либо больших сложностей Ну и, конечно, хотелось бы пожелать вам Самый главный успех в учебе Грамотой награждается Шофеев Ильяс За участие в общественной жизни института Активную жизненную позицию В связи с празднованием Дня российского студенческого Грамотой награждается Шофеев Ильяс Грамотой награждается Шофеев Ильяс